Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня к нам на заморозку прибыл аккумулятор Bosch S5, который я бы назвал абсолютно полным аналогом Warta Silver Dynamic из одного из прошлых тестов. Как и Warta Silver Dynamic, S5 серию от Bosch можно назвать самым топовым стартерным аккумулятором конкретного производителя. Дальше уже идет S6 серия, изготовленная по АГМ технологии и предназначенная для автомобилей с системой Start-Stop. По конструкции и строению Warta и Bosch опять-таки абсолютно идентичны и здесь одинаковые характеристики. 610 Ампер пусковой ток и 63 Ампер часа емкость. Пластины батареи Bosch S5 изготавливаются по технологии PowerFrame и имеют усовершенствованную рецептуру активной массы для достижения более высоких пусковых токов и стойкости к глубоким разрядам. Опять-таки ничего нового и все абсолютно идентично с Warta Silver Dynamic. Единственное отличие, которое вы сможете найти между двумя этими батареями, это срок гарантии. Дело в том, что данные батареи могут завозиться в Украину разными поставщиками и уже непосредственно каждый из поставщиков дает свою гарантию. Поэтому на одну и ту же батарею в разных магазинах может быть разная гарантия. Или даже на батарее одного производителя, Bosch или Warta, также в разных магазинах, в разных точках продаж может быть разный срок гарантии. По строению батарея стандартная, необслуживаемая. Для энтузиастов, конечно же, оставили возможность сорвать крышку, добраться до банок. Но я считаю, этого делать абсолютно не нужно, так как аккумулятор практически не потребляет воду. Если будет перезаряд, то излишки, скажем так, давления стравливаются через два специальных клапана. Один из этих клапанов можно закрыть вот этой вот заглушечкой, но это только в том случае, если батарея устанавливается внутри автомобиля и необходимо подсоединение специальной трубки для отвода газов за пределы автомобиля. В принципе, мы каждый раз говорим об этом в разных обзорах аккумуляторов. В общем, сильные стороны этой батареи заключаются, скажем так, в инновационных пластинах PowerFrame, усовершенствованной рецептуре активной массы и в применении серебра в качестве легирующего металла для свинца. То, насколько все эти технологии помогут конкретной батарее пережить испытание морозом, мы узнаем буквально через несколько минут. А пока нужно сделать контрольный замер. Батарея была заряжена на 100%, сейчас мы измерим ее пусковой ток и ресурс. Итак, батарея у нас полностью заряжена, единица измерения EN, заявленный ток 610 А. Производим тестирование и по результатам тестирования видим, значит, уровень зарядного с 98%, ресурс батареи 93%, сопротивление в пределах нормы и пусковой ток на 20 А меньше заявленного, то есть 590 А. В принципе, несмотря на то, что батарея относительно свежая, попала она к нам на тест с небольшой потерей ресурсов. Такое встречается, можно сказать, нередко и с батареями разных производителей. Но, тем не менее, мы показываем все как есть, и сейчас мы посмотрим, насколько эта потеря ресурса скажется на работоспособности батареи спустя неделю в морозильной камере. Как и планировалось, батарея неделю провела в морозильной камере, у нас температура минус 18, минус 20, пусковой ток задаем такой же, 610 А, и ждем результат. Как мы помним, вначале у нас ресурс батареи составлял 93%, сейчас при заморозке он упал до 50%. Ну, естественно, когда батарея отогреется, этот показатель снова вырастет. Также у нас снизился пусковой ток, теперь он составляет 435 А, грубо говоря, ток упал примерно на 155 А. Ну, и, естественно, выросло немножко сопротивление батареи. В общем, несмотря на то, что в начале теста у аккумулятора Bosch была небольшая потеря ресурса, после заморозки ее ресурс был таким же, как и у аккумулятора WART, у которой на начало теста было 100% ресурса. Поэтому можно сказать, что данные аккумуляторы даже при потере ресурса сохраняют свои свойства так же, как и новые. На этом у меня, собственно говоря, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok